Поисковики подняли останки трех красноармейцев в середине августа. Работал отряд Китиш. Пока власти готовились к перезахоронению, останки передали на временное хранение в храм Николая Святителя в селе Никольское. Местные жители восприняли неожиданную находку близко к сердцу. Они для нас все, что могли, сделали. Отдали саму жизнь. Они тоже не хотели умирать. Были такие же живые люди. Народина им сказала, надо пойти и защищать эту землю. И они пошли. Предположительно, бойцы погибли в декабре 41-го года. Торжественных похорон у красноармейцев не было. Их просто свалили в яму. Не от неуважения, а по нужде. Тогда под Москвой шли тяжелые бои. Опознать бойцов не удалось. Русский солдат – это тот, кто в самое ответственное, важное время для своей отчизны готов идти до конца. Готов идти на смерть. Готов положить душу свою за родину, за мать, за отца, за сестру, брата, за друзей своих. Битва под Москвой длилась с сентября 41-го по апрель 42-го года. Компания стала одной из самых масштабных за все время войны, как по количеству участвовавших в ней войск, так и по понесенным потерям. Согласно немецким планам, взятие столицы должно было сломить дух советских войск. Однако уже в декабре наступление немцев сменилось контратакой Красной Армии. Они не думали, какие будут времена после победы. Они не знали, когда будет победа. Они просто выполнили свой долг, свой гражданский, свой воинский долг. Русская земля до сих пор хранит в себе останки, свидетелей самой страшной войны в истории человечества. Поисковые отряды работают постоянно. Находят, поднимают, помогают в опознании наших земляков, отдавших жизнь за страну. К сожалению, очень много бойцов, которые сегодня лежат в земле, еще не опознаны, неизвестны. И предстоит огромная большая работа по их поиску, по извлечению и по перезахоронению. Погребение осуществили под залпы салюта военнослужащих Кубинской воинской части. К тому моменту, как стихли последние аккорды гимна, бойцы Красной Армии наконец-то оборили покой в родной земле. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.